Песоха Здравствуйте! Добрый вечер! Мы с Божьей помощью начнем несколько уроков, несколько бесед, посвященных Песоху. Мы пришли к этому радостному времени, исходу из Египта. Чтобы успеть, есть чем заняться, чтобы успеть как можно больше, я, к сожалению, наверное, не успею поговорить. Немножко было бы хорошо упомянуть некоторые духовные аспекты этого великого праздника. Ведь все у нас, все, что наполняет жизнь евреев, в принципе, это каким-то боком связано с выходом из Египта, каким-то опасным. Суббота у нас – это память выхода из Египта, в Тфилини, которую мужчины накладывают на руку и на голову каждый день. Это, говорится, о выходе из Египта, на Мизузе, которая находится на косяках каждого дома, говорится о выходе из Египта. И из Египта все праздники – это память о выходе из Египта и так далее. Это все время, каждый день мы вспоминаем в шма утром и вечером выход из Египта. Все, вся наша жизнь полностью проникнута этой темой. И, в принципе, это возникновение еврейского народа, это выход из Египта. Дарование Тары произошло только благодаря тому, что евреи были выведены из Египта. Если бы мы отмечали бы второй день независимости, скорее всего, это был бы первый день Песоха, когда мы отмечаем наш исход из Египта. И этот исход продолжается, продолжается успешно, через боль и кровь и так далее. Но, тем не менее, он приходит успешно, проходит, в конце концов, выход из стран диаспоры, из Египта современного. И пожелаем друг другу, чтобы, скорее всего, скорее как нужно быстрее произошло полное уже избавление, исход полный, мы были все на нашей земле и радовались третьим храме. Итак, эту теоретическую часть я оставлю тем, кто, наверное, подготовит уроки специально на тему Песоха, о его влиянии, его значении и так далее. И также вам, уважаемые зрители, слушатели и так далее, чтобы этим заняться. Я начну законы, которые связаны с месяцем Сан, с праздником Песох, немножко коснемся вопросов подготовки к Песоху, которые иногда вызывают некоторые вопросы, некоторые бывают растерянность, как готовиться, к чему подходить, с чего начинать, как готовить дом к Песоху, как убирать на Песох, как проверять хамец, некоторые основные моменты пасхального седра пройдем, так чтобы это, с одной стороны, было довольно полно, с другой стороны, очень кратко. Естественно, у кого возникнут какие-то определенные ситуации, это не сможет ответить на все вопросы, но основные вопросы я попытаюсь поднять. И всякие отхождения от... Это, наверное, будет потом выяснить, значит, у Ровинов, спросить, поинтересоваться отдельно, все ситуации охватить, конечно же, невозможно. Итак, есть такой общий закон, общие правила, общие обычаи, что 30 дней до праздника начинают изучать законы того праздника, перед которым мы находимся. Если это Песох, то получается, что, в принципе, с праздника Пурим, который ровно месяц до, ровно 30 дней до праздника Песох, в Пурим уже, в принципе, есть обязанность начинать изучать законы Песоха. Поэтому, если человек находится в День Пурима до трапезы праздничной, внутри праздничной трапезы, когда он говорит какие-то вещи, было бы очень важно, хорошо уже в этот день упомянуть, можно это заранее тоже, но, в принципе, по тому, как говорит наш обычай, уже в Пурим упомянуть о законах Песоха каких-то, начинать это изучать, поговорить с другими, можно самому это изучать и так далее. Кроме того, есть специальное постановление Мушераба, пророка Моисея, чтобы в сам праздник тоже занимались законами праздника, и из Песох как бы попытаться немножечко изучать какие-то моменты этого праздника. Это может быть философский взгляд на Песох, это может быть какие-то законы, связанные с Песохами и так далее. В субботу до предшествующего праздника, это называется Шаббат Агадоль, Великая Суббота, в эту субботу принято, что по всем местам, во всех сенугах приходит Равин, или если нет там Равина, то какой-то знающий человек, и говорит вещи, связанные с Песохом, в основном законе Песоха. С новомесяча Ниссан не говорят Тахану. Это очень веселый месяц, это праздничный месяц, это месяц, в котором очень много дней, и в принципе праздничный, то есть получается весь Песох, весь у нас Песох получается, что это праздник, который занимает 7 дней, страна диаспоры, это 8 дней, это большая часть месяца, Таханун в этот месяц не говорится, и все в этот месяц живет по разненькому Песоху. Не постятся в этот день, день в моем исключении может составить только тот, кто видел плохой сон, это в наше время, я не знаю, насколько это актуально, потому что сегодня мы не разбираемся особо, какой сон хороший, какой плохой, в те времена, когда люди это знали четко, это было очень важно попоститься в тот день, когда видел человек на следующий день, после этой ночи, когда он увидел сон нехороший, сейчас я не знаю, насколько это актуально, кому это очень сильно будет принципиально важно, и можно спросить у Ровина, выяснить, надо ему пуститься или нет. Жених и невеста, если они женятся в месяц в Песох, то им разрешено, в первый месяц не с вами есть в месяц, то им разрешено поститься в этот месяц, и все, а все остальные не постятся. Если кто-то, не дай бог, умер, то не делают, не говорят нагробные речи, потому что это как бы вызывает общий скорбь, общий траур, общая грусть, достаточно, что сами родственники так страдают от подстегшей их утери, не делают из этого массовые нагробные речи, сборы и так далее. Во время Талмуда было такое понятие кимха де писха, то есть кимха это на арамите кемах, мука, писха это песах, то есть пасхальная мука, это со всех жителей того или иного места собирали муку для того, чтобы дать неимущим, тем, у которых не из чего выпекать мацу, чтобы у людей была маца на песах. Сегодня принято это делать тоже деньгами, мы знаем, что есть важная заповедь истории, давать неимущим, помогать ближним, но в песах есть особенный момент в этом, чтобы человек почувствовал себя свободным человеком, скрепощенным, то есть стараются как можно больше помочь, если есть у человека такая возможность, помочь ближнему, это большая очень заповедь, всегда, а в песах особенно. В месяц Ниссан благословляют деревья плодовые, это особенность этого месяца, это в принципе делается только в месяц, Ниссан бывает отхождение небольшое, немножечко раньше, то есть в конце Адара, может быть иногда, в начале Яра, но в принципе этот месяц, который Ниссан, он именно в этот месяц благословляют на деревья плодовые, потому что в принципе в Израиле, в стране Израиля, в этот месяц происходит цветение, цветение деревьев плодовых, и люди выходят на улицу, чем раньше, тем лучше, то есть с самого начала месяца уже можно это сделать, и желательно это сделать как можно раньше. Что говорят в этом благословении? Говорят благословение Всевышнего Владыка мира, который ничего в этом мире не утаил, все сделал, все что нужно, все здесь есть, и сотворил творения хорошие, и деревья хорошие, для того, чтобы люди от них получали удовольствие. И говорят имя Всевышнего, это благословение такое важное очень, это заповедь очень важная, желательно, чтобы было как минимум два дерева, потому что мы говорим множественное число, сотворят хорошие деревья. Это я дословный перевод сделал, естественно, если его сделать литературно, это будет красиво, и в источнике он звучит намного поэтичнее и красивее. Именно благословение, это говорится на деревья плодовые, плодоносящие, а не на те, которых нет плодов. Если получается так, что возможность благословительна в субботу или в праздники именно, то можно и в праздники, и в субботу тоже благословение, обязательно это делать в будни. Женщины тоже говорят, это благословение, это не является заповедью, которая связана со временем, потому что деревья, они в принципе всегда и всем важны, и все от них получают удовольствие, это приятная вещь. И воспитывают тоже детей в этом духе, что когда ребенок уже начинает понимать, что он говорит, что он делает, что происходит, его пытаются воспитывать, приучать к этой заповеди, благословение на деревья, вводят детей тоже на улицу, подводят к деревьям, и говорят им, что сказать. С новомесячья Ниссан, с первого буквально дня, есть обычай не есть мацу, ту мацу, которую будут есть в Песах. Это не по букве закона, это обычай, поэтому человеку, которому необходимо, почему-то именно мацу есть, или детям, например, нет необходимости, не давать ее, нужно дать. Кто знает, кто находится в Израиле, это ясно, кто находится в странах диаспоры, я тоже слышал, скорее всего, что за какое-то время, уже до Песаха, и даже до месяца Ниссан, начинается подготовка, бурная подготовка к очищению домов, перемещений от хамца, чтобы не было хамца дома. И этому есть на самом деле основание, приводится это в книгах, что за 30 дней до Песаха, желательно начать уже подготовку, подготовку к Песаху, в смысле, следить за хамцом, чтобы начинать проверять, потому что он может быть везде, крошки, крошки могут везде. Что такое хамец, да, вообще? Хамец, это любое изделие, приготовленное из муки, пяти злаковых, это рожь, пшеница, овес, ячемень, полба, которые сделали муку из них, смололи их в муку, эти зерна, и смешали с водой, и она в воде была, минимум 18 минут, если она была в воде, то уже, это называется квасное, и это квасное хамец, оно запрещено, чтобы находилось в доме, в доме в Песах, чтобы человек этим пользовался, запрещено, чтобы он надоел запрещено, это вот именно вещь, которую мы обязаны в Песах сделать, убрать этот весь хамец, и запрещено его есть и пользоваться им. Посмотрим, как это точно происходит, я попытаюсь сказать прямо по пунктам, где и что надо обратить внимание, в каких местах убирать, и только до того, как начать, это я хотел бы только сказать такую вещь очень важную, что сегодня раввины, в принципе, то, что я слышал, все об этом говорят, и беспокоятся, и предупреждают людей, и просят людей, чтобы когда они где-то выступают, пишут и говорят, они говорят такую вещь, что в принципе, что происходит, что люди, они, естественно, это очень позитивно, очень хороший порыв такой, выдроить все, вычистить весь дом, все места, где могут быть хамец, где его только не могут, или даже те места, где его нет, и приходят в конце к пасхальному седору, к праздничному седору, уставшие, обессиленные, и самое главное, что нас ждет, это пасхальная ночь, это особенный день года такой, самый, наверное, важный день года для еврея, любого, это пасхальный седор, когда говорят о том, как мы стали свободными людьми, как мы стали евреями, как мы стали Богом, избранным народом, в принципе, и люди пытаются как бы это самое, из последних сил что-то там прочитать, погрызть мацу, и, скорее бы, пойти уже отдыхать, да, это очень неправильно, желательно все сделать, приложить все, все к тому, чтобы к этому дню прийти отдохнувшими, свежими, полными сил, подготовленными, то, что касается тех, которые проводят Агаду, чтобы подготовили заранее, и освободили время, чтобы было это интересно всем, потому что это самая главная заповедь этого вечера, этого дня, пасхального седора, это рассказать о тех чудесах, о великой милости, милостердии, о тех знаках и знамениях, которые сегодня нам делал для нас, когда выводил нас из Египта. С чем это связано? Потому что раньше этого не было, это, как бы, как сказать так, язва последнего времени, что люди выбиваются из сил при подготовке к Песаху, раньше были богатые люди, у которых были большие владения, у них были прислуги, у них были рабы, какое-то время потом была прислуга, которая это все могла распределить на какое-то время, все убрать, вычистить и так далее, и люди могли достойно провести леля-седор, правда, пасхальную ночь. Те, которые были неимущие, так у них было негде особо было там, убирать, да, была одна комнатка с одним шкафом, в лучшем случае с одним столом, и поэтому тоже там много сил, усердия не требовалось для того, чтобы это все быстренько вычистить, и все. Сегодня у нас получается, что у всех есть по несколько комнат, по несколько шкафов, прислуги особо нет, у людей не могут себе позволить, многие, и получается, что сил на самое главное не остается. Поэтому я хотел бы, с одной стороны, максимально объять все те точки, пункты, да, где надо, куда надо обратить внимание, посмотреть, что убирать, что не убирать. С другой стороны, как можно больше облегчить, это с одной стороны, чтобы это было кошерно, чтобы это было по закону правильно и хорошо, с другой стороны, максимально облегчить труд хозяек и хозяев, кто этим занимается, подготовку к песах. И предлагаю вам пойти прямо по пунктам, да, и посмотреть, что и где. Я не говорю сейчас об уборке как таковой, от пыли, от грязи и так далее, потому что пыль и грязь, это, в принципе, не хамец, она не сделана из пяти видов злаковых, она сделана из чего-то другого. Поэтому я не говорю сейчас там, где грязно, надо вытереть и так далее. Это хорошо, чтобы праздник был светлый, чистый, но я хочу сейчас определить внимание, там, где мы обязаны это делать, и насколько тщательно, по закону, связанное с устранением Кавасыну. Итак, начнем. Аранот, Багадин. Я буду говорить по пунктам, да, все постараются и все сказать вещи, которые, которые мне, как бы, пришло, пришло в голову обратить на них внимание. Плотяные шкафы, шкафы, в которых находится одежда. Теперь, на что обратить внимание в таких, в таких шкафах нужно? Там хамца обычно не бывает. И взрослые люди туда хамец, квасное, продукты вообще не кладут в плотяные шкафы. Там это место для одежды, для белья, для постельного, для полотенец и так далее. Там нет места для продуктов, это не нужно, никто этого не хочет, не хочет, чтобы там завелись насекомые и так далее. Поэтому взрослые люди как правило туда квасное не кладут и там проверять от хамца не надо в том случае, если нет детей маленьких. Если есть в доме маленькие дети, они могут распространить всякие крошки, печенье, вафли и так далее. Сегодня есть много всяких изделий из мученого, из мученых изделий. Есть в великом количестве, могут положить где угодно, поэтому, если есть маленькие дети в доме и до того уровня, где есть досягаемость детей, которые могли туда попасть, зайти и дотронуться, в принципе, там надо посмотреть, да. Посмотреть, тщательно посмотреть, не положил там ребенок какое-то печенье, какое-то изделие мучное и, в принципе, выбрать, если нашли его, то убрать его, вычистить все крошки и все. Это то, что касается шкафов, шкафов бельевых одежды и так далее. Что касается посуды. Посуда, опять же, раньше, когда-то была принята той же самой посудой, пользовались и во время Песага, и во время всего года, поэтому ее надо было тщательно вымывать, вываривать, то, что называется Агала, полностью вытравливает оттуда весь хамец. Иногда есть такие виды посуды, которые не поможут и Агала, то есть в кипящей воду опускать их. Но сегодня, в принципе, я даже бы не остановился на этом пункте, как делать Агалу правильно, как правильно кашировать посуду на Песах, потому что сегодня, в принципе, это не настолько дорого и не настолько тяжело попытаться сделать такой, чтобы был отдельный набор столовых предметов и тарелок, и ножевилок, и так далее. Для Песаха это практически во всех домах такое есть. Если нет такого, то, по крайней мере, сегодня у нас одноразовая посуда. Не очень хорошо пользоваться в праздник, в Песах такой важный праздник, когда мы все свободны и богаты, да, пользоваться одноразовой посудой, но есть сегодня красивая посуда. это как бы намного безопаснее, чем брать и пользоваться той посудой, которая пользуется в течение всего года. Опять же, я говорю, часть, часть ей вообще невозможно откашировать на Песах, сделать пригодную для использования в Песах. А если это иногда да, да, можно, то там столько усилий это берет, что это не всегда имеет смысл этим заниматься. Поэтому, что касается посуды, я бы предложил практически всей посуды, которая есть, я бы предложил ее хорошенько вычистить, просто почистить насколько это возможно, как мы это, как любой чистоплодный человек это делает, как он обычно это чистит, почистить насколько это возможно, вытереть и убрать в тот ящик, как мы с вами будем дальше говорить, что есть такое понятие передавать это в распоряжение не еврею в течение Песах, дальше поговорим более подробно об этом, в то место, которое пойдет, вот это будет сдано как бы не еврею, положить туда аккуратно эту всю посуду и после Песаха вытащить и ползоваться и дальше. А на Песах пользоваться другой посудой, которая будет специально предназначена для Песаха. что касается одежды, в одежде нет проблемы в принципе по большому счету с мучным, нет с квасным, там вроде бы как бы она не сделана ни из чего такого квасного и мучного, можно только что найти иногда крошки в карманах и в манжетах в разных складках, поэтому до Песаха не торопясь, спокойненько, в холодное время посмотреть, вывернуть карманы, посмотреть хорошенько, это не нужно не со свечой смотреть, ничего особенного, не надо, не с фонарями, просто при нормальном освещении или просто даже рукой пощупать, чтобы там не было крошек, если крошки есть, то вытряхнуть, если нет, не охота этим заниматься, можно просто вывернуть карманы и так вот в стиральной машине постирать, этого достаточно, все там уходит, манжеты то же самое, вывернуть, там есть складки, манжеты наружу и простирать так в стиральной машине, либо вычистить руками, посмотреть хорошо, чтобы там не было крошек, и все и достаточно. В том случае, когда брюк, например, с карманами или рубашек с карманами или курток с карманами, много очень, большая семья и так далее, есть часть вещей, которыми в Песах не собираются вообще пользоваться, то те, то те, то те, ту одежду, которую в Песах не носят, можно, можно просто аккуратненько сложить, опять же, положить в те места, которые будут сданы в распоряжении нееврею, и чтобы они там до конца Песаха находились, и все, и тогда не надо будет вообще ничего там проверять и смотреть и так далее. Более сложная вещь, это, естественно, что касается кухни, да, это холодильник, например, печка и так далее, сейчас посмотрим. Холодильник, что в холодильнике может быть, какие проблемы могут быть, в принципе, холодильником тем же самым мы пользуемся, как которым весь год пользуемся, и в Песах нет проблемы никакой, только что, надо заранее его который заморожен, разморозить, если он не заморожен, просто его хорошо оттуда все вытащить, прежде всего, достать оттуда все, что там находится, хорошенько вымыть оттуда все, во всех местах посмотреть, чтобы не было крошек, места, которые скрыты немножко так, там всякие могут быть углубления, какие-то, да, какие-то пасы и так далее, все это вычистить хорошо, чтобы не было там крошек, посмотреть хорошо, чтобы не было крошек никаких, проблематичное место Это резина, которая служит на двери, чтобы не заходил воздух, не выходил холод, не заходило тепло. В этой резинке есть складки, эти складки хорошенько вычистят, чтобы опять же не было крошек. И в принципе, как холодильник кошерный. Многие берут полки холодильника, покрывают фольгой на всякий случай или бумагой. Это очень хороший момент, но если это помыли хорошо, даже в этом необходимости нет. Почему? Потому что горячие вещи обычно не ставят. Если помоют хорошо все, и мы как бы уверены, что там нет крошек, хамца и так далее, то в принципе это в порядке. Ну естественно, сверху, снизу и так далее, там тоже могут иногда класть какие-то продукты на холодильник. Они могут заваливаться, может быть, куда-то в панель холодильника вниз и так далее. Это все вычистить, чтобы предотвратить попадание хамца в еду и все, и достаточно. Не нужно там ни горячую воду на него лить, ничего не нужно делать особенного. Если мытье холодильника производится с моющими средствами какими-то, то это еще лучше. Столы. Я говорю о столах, на которых обычно едят. В принципе, столы у нас довольно чистые. С одной стороны, потому что едят обычно с скатертями, какими-то клеенками и так далее. Нет обязанности кашировать столы, то есть выпаривать их водой, их скоблить и так далее. Нет необходимости, кроме этого, это может их портить, выливать на них горячую воду. Что достаточно сделать? Это хорошо, как мы обычно его моем стол, крышку стола, ножки стола со всех сторон внизу, тоже, чтобы это могут быть случайно приклеиться, что-то и так далее. Все посмотреть хорошенько, вычистить, убрать, покрыть стол фольгой тонкой, сверху покрыть его скатертью, пластиковой, как он называется, лафаном и так далее. И, в принципе, стол готов для того, чтобы пользоваться в песах. То же самое стульев касается, да, везде, куда могли упасть крошки, надо их оттуда достать, вымыть хорошенько. Горячую воду лить на стуле нет необходимости. Моющими средствами аккуратненько все, насколько это возможно, чтобы не портить ничего, ни обивку, ни дерево и так далее. Помыть хорошо, чтобы все крошки оттуда ушли, все, что могло туда приклеиться, связанное с мучным, устранить. И, в принципе, стульями можно пользоваться, тоже не обязательно их обтягивать ничем, закрывать им чем-то и так далее. Можно спокойно пользоваться стульями, только хорошенько их протереть, чтобы не было там крошек. Плита. Плита и духовка. Я бы предложил, да, в принципе, в духовке, в песах попользоваться не следует, да. Ну, может быть, там есть какие-то раввины, которые разрешат определенным образом ее каширить, но это очень тяжело делать. И мало кто это разрешает, и поэтому я бы посоветовал почистить хорошо духовку. Если там что-то есть, какие-то крошки, убрать их оттуда, такие явные, явные какие-то дела. И не разбирать ее ничего, насколько мы можем. Мы оттуда все убираем, вычищаем. Просто, когда же, если бы хотели, чтобы оно было чистое, да, без ничего, вычищаем духовку, закрываем ее каким-нибудь тоже полиэтиленом или еще чем-нибудь, и она у нас уходит на распоряжение нееврею на время Песаха. То есть не сама печка, а то, что хамец, который в нее входит, мы его продаем в распоряжение нееврею на время Песаха. Потом печка возвращается к нам, и мы ее после Песаха опять пользоваться. Что касается верхней ее части, то есть газовой плиты, на которой происходит варка, я бы тоже предложил, да, все это хорошо почистить, убрать, насколько это возможно, куда могло упасть мучное, макароны, вермишели и так далее, это тоже мучное, достать откуда это возможно, и потом вместе с духовкой это все закрыть, и пользоваться на время Песаха отдельными. Это сегодня не очень большая роскошь, не очень дорого стоит. Пользоваться специальной плитой для Песаха, взять самую недорогую, удобную плиту, то же самое духовку можно купить, маленькую печку. Духовка, это очень удобно для пользования, специально будет на Песах, раз в год доставать ее и пользоваться, потом убирать обратно. И теперь, у кого нет такой возможности пользоваться плитой, специальной кошерной на Песах, то что нужно сделать? Само покрытие хорошенько вычистить, убрать. Помыть, чтобы там не было никакого хамца, никакого квасного. Все, везде, где он мог упасть, мы это достаем. И покрываем, саму площадь плиты, мы покрываем ее фольгой полностью. Те места, откуда выходит огонь, газ, они, в принципе, по большому счету, не нуждаются в кашировании и достаточно хорошо вытащить, хорошо протереть, вычистить и так далее, зажечь на несколько минут на максимальную температуру, чтобы это все, что было, сгорело, и все, в принципе, нужно им пользоваться. Проблема немножко составляет вот эти чугунные платформы, на которых стоит кастрюля. Что с ними сделать? Их надо почистить хорошо, прожечь, желательно, насколько это возможно, на огне, опять почистить и потом окутать хорошенько, плотно окутать фольгой и по мере необходимости, когда эта фольга будет сгорать, например, прогорать и так далее, менять фольгу, то есть это как бы это реально, да. Но, опять же, я повторю, желательно, если такая возможность есть, не пользоваться этим, да, потому что все-таки те вещи, на которых постоянно в течение всего года готовится квасное, которое используется постоянно, причем это квасное горячее, это нежелательно этим пользоваться, опять же, я говорю, да, что есть такая возможность. Духовка – это более проблематично, а вот плиту можно так сделать, как я сказал. Я бы хотел, может быть, еще несколько вещей упомянуть, которые связаны с кухней, это, например, краны, да, когда мы, поскольку кран пользуется в Песах, его надо почистить с моющими средствами хорошо, открыть максимально кипячую воду, налить на него кипяток из, например, если есть лизнический чайник, чтобы он работал, кипел в кипящем состоянии, налить на кран кипящую воду, в то время, когда из крана идет горячая вода, и, в принципе, все, это как бы кран готов. Раковину закошировать на Песах невозможно, да, то есть если эта раковина сделана из керамики и так далее, то она не падает за кашировки. Если это сегодня бывают такие раковины, которые сделаны из нержавеющей стали, то более легче, но тоже тяжело. Поэтому что делают, в принципе, хорошо ее вымывают, вычищают моющими средствами, обдают кипятком полностью, где это возможно, и ставят туда вот эту раковину, пластиковые раковины сегодня по размеру продаются, пластиковые специальные раковины, покупают люди такие вещи на Песах. В те места где-то тяжело сделать, то можно сделать какую-то такую платформу, на которой будут ставить посуду пасхальную, чтобы она не касалась раковины, и таким образом пользуются в течение всего Песаха. Надо весь Песах остерегаться того, чтобы горячая вода напрямую из кастрюли, например, которая была на огне, из чайника и так далее, попадала на раковину, на ту, которую мы пользуемся все время, потому что тот хамец, который в него впитался, он посредством температуры выходит в этот момент парами, и вообще сам по себе он выходит, и он может нам сделать некошерным ту посуду, которая там есть и так далее. Поэтому желательно, то есть нежелательно обратить внимание, чтобы не лить напрямую горячую воду, кипяток в раковину. Что сделать? Налить куда-то, а потом, или подождать, пока останется, или что-то налить в другую посуду, а потом в другую посуду это более легче выливать туда. Мы на этом сегодня остановимся пока что. Есть еще несколько элементов, которые бы хотелось упомянуть, связанных с подготовкой на Песах, и пойти дальше, уже начать заниматься более конкретным подготовкой к пасхальному седеру и проверке хамца, сжиганию хамца и так далее. А пока что позвольте мне попрощаться с вами временно. Всего хорошего. Счастливого. Продолжение следует...